Приветствую всех на своем канале. Хочу так уже... Кое-какое видео хочу коротенькое снять. Совсем забыла. Уже вот совсем макияж такой минимальный стерла. И уже тут, в общем, отдыхаю. Как можно восполнить энергию? Хоть кому. Самое главное, это, конечно, йога, либо спорт какой-то. Просто танцы, пение. Даже просто посмотреть каких-то духовных практиков. Учителей, набраться энергии. Почему и тянет? Потому что энергия очень мощная. Хочется наполниться ею. Для женщин также можно какую-то обновку приобрести. Но самое главное, это, вы понимаете, что-то новое испытать. Пойти новой дорогой, поехать вообще в новую страну. В новый какой-то город. Познакомиться с новыми людьми. Ну, конечно, в знакомствах очень осторожным будьте. По своему уровню. Свои касты только людей выбирайте. Также можно рисовать. Допустим, вязать. Что-то шить, создавать. Какой-то декор для дома. Просто даже сделать самим дома ремонт. Это очень обновит вообще энергетику всего жилища. Сделать также очищение определенной ритуалы себя, практиками, очищение дома. Что-то я еще такое очень важное хотела сказать. Даже типа провести какую-то или закрытую, или открытую трансляцию, или просто по скайпу. Именно с каким-то близким по духу таким, ну, или для вас человеком, для меня. Вот, например, каким-то духовным учителем, практиком. Или просто более-менее приближенным к моему уровню какой-то подруге. Также просто даже для женщины любимые духи набрызгать, наряд надеть, туфли красивые, макияж сделать. Это вот тоже очень действует. То есть все, что новое, понимаете. Я вот чаще всего даже не могу просто сидеть выходной. Вот сегодня так получилось, что я, да, весь день дома. Ну, ремонтом занимались. Потом покажу. Не очень получилось. Нужно еще клей будет докупить. Переделывала, как всегда, за мужчинами. Все равно уже и частично меняли. Все равно уже там перевесили на другое место телевизор, хотя я его не смотрю. Ну, уже по дизайну по-другому смотрится. И уже, понимаете, у меня уже идет наполнение энергии. Завтра, допустим, ну, может куда-то... Я даже люблю просто выезжать, что-то, ну, может присмотреть, там что-то там поискать. Я обычно беру не сразу, очень редко. Что-то только качественное, что мне очень нужно. Даже из какой-то мелочи. Даже просто в дом. Я не знаю, даже просто какую-то заколочку я могу. Так, это, понимаете... Ну, да, конечно, траты на бензин. Но надо где-то побывать. Часто я бываю у Камы, нашей реки. То есть у большого водоема побывать очень полезно. Вот, кстати, да. На огонь посмотреть. Это в лесу. На свежем воздухе, в горах. Очень восполняет энергию. Водопад какой-то посмотреть. Есть даже техники прямо очистки с водой. И, кстати, вот очиститься, чтобы наполниться энергией, соответственно, чистой, просто ванну принять или душ. Можно там с пенкой, с содой, с солью. С содой, но с содой, наверное, тоже можно. С солью с морской. И также очень восполняет энергией фрукты и овощи. Очень-очень сильно. Какие-то соки, смузи. Итак, ну, конечно, хобби лучше каждому иметь. Я, может, конечно, еще что-то не назвала. Я не могу в коротеньком видео это назвать. У меня сейчас дела. Но то, что вот именно когда вы творите, и вообще когда ручками вы что-то делаете, у вас все равно определенный центр мозга работает, развивается. Даже не даром говорят, а даже речь на кончиках пальцев. Почему маленьким детям развивают, или людям после инфаркта, инсульта, именно вот нужно развивать. Понимаете, вы тактильно должны что-то перебирать в ручках. Это очень полезно. Ну и вообще, я говорю, создание чего-то нового вами самими, это, конечно, вообще такой мощный заряд энергии. Прямо даже другим показывает. Допустим, может, видео это, можете их зарядить. Все, всем до новых встреч. Сейчас я буду создавать, как это называется, тесто для лепки, по-моему, соленое. Вот соль хоть так много не употребляем. Хоть тесто и мы будем с дочкой еще подумаем, что лепить из этого теста. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok